Вячеслав, так вы были... Какое время были там? В Бухтиласпе. Ну там уже народ, да, конечно, уже повержал. Там красота. А в Изумруд не заходили. Вообще там закрыто. Да, да, да. Не, ну... Там природа. Лучше только на мысе Ая. Там, где была база отдыха, которую снесли, и там теперь огромнейший дом товарища владельца Банка России. Старшего Ковальчука, младший, это, Курчатовским командует. А старший Банк России, вот там домик такой, противоотонное убежище. Два года там долбали. Было хорошее место. Ну, ладно. Значит, я хотел бы что-то спросить вас. Какие-то вопросы по практике текущие есть, которые были бы интересны, интересно обсудить всем? Или нет? Считаю до одного. Ну, если есть, так... Ну, может быть, это немножко... Давайте я попробую. В связи с операцией, да, у меня очень ограниченная практика. То есть я не могу делать салавиасаны. Ну да. И у меня ситхи совсем ушли, и остались сбросы, как напряжение, по всей видимости. Вот в этом случае лучше все-таки продолжать потихонечку практиковать, например, только расслабление, и плюс я еще добавила пусть корявые, но треугольники для баланса. Или все-таки минимизировать практику, допустим, через день заниматься, или раз в неделю заниматься. То есть как лучше? Ну вот, мы прошлый раз говорили, я вам рекомендовал где-то вот месяц от исходной точки месяц минимизировать, а потом можно уже потихонечку пробовать, но очень аккуратно. Как говорят в Одессе, по Дерибасовской гуляют постепенно. Вот это... Вот, ну хорошо, все молчат. Давайте немножко поговорим сегодня об информации. Я хотел бы вот... Вообще информация такая интересная штука, да? Как мы сейчас наблюдаем. Значит, да, вот это ведет наша специальная военная операция, да, и вот, значит, информация есть там, информация есть тут, да? Вот, и народ заморачивается и напрягается, да, значит. Ну вот, что такое образцы манипулирования с информацией? Ну вот, я помню, еще в 60-е годы я жил в Крыму и вырос там, да, и вот, значит, едешь ту же там и Луштуку, в Ялту, значит, из Симферополя, и там висят лозунья. Значит, Америка капиталистическая страна, которая катится пропасть. Вот, значит, да, да, дальше, значит, Советский Союз, значит, должен, значит, донать и перенать Америку производство мяса, молока, масла, там, д-д-д, и все такое, значит, да? Вот, значит, ну и вот, и потом, когда слушаешь, допустим, передачу, вот, с Америки, да, так они говорят как? Они говорят, вот, есть два лозунга. Первая, Америка капиталистическая страна, которая катится пропасть. Вот второй лозунг. Советский Союз стремится донать и перегнать Америку. Ну, как бы, вот, все, как бы, то есть, пойди, да, все нормально, как бы. Ну, вот, если их связать, да, получается очень интересно. Очень интересно получается. Или, например, значит, это уже год 80-е. там какая-то немецкая газета, когда еще был Берлин западный, да, восточный, значит, берлинский зоопарк знаменитый, зоо. И вот так вот ребенок свалился в рот с крокодилами. Ну, и мужик какой-то прыгнул, вытащил его и, короче, спас. Корректорин подбегает. Значит, там, цейт он какой-то там говорит, ну, вы вообще молодец, вы, наверное, национал-социалист. Вот, нет, нет, оказывается, я состою в Компартии Германии. Ну, ладно, на следующий день выходит за светловским заголовком. Значит, вчера в Берлинском зоопарке коммунисты отобрали завтрак у крокодила. Ну, как бы, да, все понятно. Опять же. А к чему я все это говорю? Значит, да, информация такая штука интересная. Потом это с йогой сейчас коррелируем. Опять же. Или мне, например, рассказывают родители. Значит, да, как отец рассказывал, когда сбрасывали листовки в сорок первом году, да, когда под Харьковом потом попали в котел. Значит, это такие маленькие листовки. Я даже приносил, показывал как-то сюда. Значит, там писано, значит, что бойцы Красной Армии в тылу доблестного вермахта начинается раздача земли крестьянам. Значит, сдавайтесь плен и получайте землю, торопитесь, иначе вы можете опоздать, да. Ну, как там раздавали землю, понятно потом уже, да, стало. И чего там они хотели, значит, да. Ну, вот такие интересные образцы. Вот. Если, значит, мы будем говорить, применим немножко информацию, значит, приложим к книге, то опять же можно сопоставить, что, допустим, в начале семидесятых, шестьдесятых вообще не было информации, да. Во время Хрущевца-Отепеля напечатали там «Радхахишна» двухтомная, «Книгийская философия», «Четтраджи» и «Дата введения» и прочее. Еще две-три книги, да. Вот какая-то Даршана, кстати, очень интересная книга, что-то Апатхияя, ограниченными тиражами печатали, да. Это все было невозможно достать. И, кроме этого, в Ленинке был закрыт абонемент. И, в общем, как бы информации не было, да. И только люди, которые приезжали из Индии, там наш из тролли комбинат Пхилая, работал, например, двадцать пять тысяч человек, да, как Зубков. Он попал там в школу у Кутаилги, еще закончил, получил диплом, значит, да. Вот, значит, но у него была такая убежденность, значит, ну, непонятно убежденность, что можно принимать йогу в любых условиях. Поэтому он приехал сюда, значит, да, и стал пропагандировать йогу, стал первым пропагандистом, значит, йоги в России, да. Вот, значит, ну, потом где-то после девяносто-го года, после девяносто пятого уже, значит, вся эта муть хлынула вообще потоком. И в данный момент времени, и тогда была, значит, информация нормальная, ну, может быть, процент, значит, дезинформация девяносто девять процентов, да, в том числе касаемо йоги. Там эзотерика, эзотерика, что хотите. Вот, значит, поэтому, когда вот спрашивают меня обычно люди там, приходят там, что читать по йоге? Ну, я говорю так. В принципе, сейчас не надо ничего читать. Вот есть моя книжка, да, там технология описана. Займайтесь. Вот два-три высоте технология вам станет легче во всех смыслах. Тогда вы можете взять, допустим, почитать йога-сутру. Уже тогда. И вам что-то начинать, ну, будет уже что-то там отзываться, да, на основании личного опыта. Если, например, пять лет, вы там еще больше поймете, да? Вот. А до этого читать ничего не надо, потому что все это, ну, как бы, как бы чревато. Вот, значит, да. Кто-то имеет что-то сказать по этому поводу? Да, Жень. Микрофончик. Сейчас, микрофончик, микрофончик, микрофончик. Ну, я перед тем, как дошел до йога-сутр, вашу книжку не один раз прочитал, а два все-таки. То есть я сначала ее прочитал сразу, ну, там была куча методичек, ну, мы с Сашей занимались, и у него были какие-то выдержки, видимо, из этой книжки, и свои какие-то моменты. Я все это изучил, и потом, соответственно, дошел до книжки, прочитал ее. Не все было понятно, скажу честно. Конечно. Я не помню, какое издание было, по-моему, четвертое или что, в электронном виде. Вот. А потом я прочитал ее через два года, и уже стало, соответственно, понятно. А потом, когда я начал читать с утра, то это прям вообще. То есть первый раз мне казалось, что я все понял. Ну, прям вот, прям вот, классно так все, прям в меня вошло. Вот. А потом через еще, ну, вообще с утра стали как бы моей настольной книгой. То есть всегда под рукой что-то там быстро найти или что-то. Ну, так, чтобы полностью перечитывать, хотя бы вот раз в год, или хотя бы раз в два года, мне кажется, это надо. И каждый раз, когда ты перечитываешь, конечно, это самое. То есть все время видишь что-то новое. Вещи, на которые раньше не обращал внимания. То есть оба... То, что личный опыт растет. Ну, да. Да, то есть там, например, вайрагия или там медитация, да, вечара. То есть такая познавательная медитация. Ну, то есть какие-то вещи открываются, открываются, открываются. Невзирая на дикую терминологию, индуистскую, все равно остается понятно. Передайте, пожалуйста, вот, Вячеслава, я хотел бы его послушать. По поводу отношения к литературе. В том числе и по йоге, в том числе и по всему остальному, да? Вот как вы считаете? Имеет ли смысл ему, кто начинает, читать серьезные книги? Думаю, что нет, а будет перегруз. Ну, во-первых, человек... Или послушать тех, кто заслуживает доверия, да? Да, ну, здесь нужно как-то все-таки калибровать эту информацию. Потому что, ну, что толку ее читать, как бы перегружать свое сознание, ну, непонятно чем. И, тем более, еще нету опыта какого-то понимания. То есть, это должно быть свое восприятие и вообще понимание того, откуда ты вообще взялась-то, в принципе. Поэтому нужно въехать. А? Поэтому нужно въехать в практику. Да, то есть, нужно просто практиковать, как бы, какие-то простые вещи, ну, соблюдать. Может, какие-то, ну, такие не сильно перегружающие, что-то читать такое, да? А потом, со временем, когда все начнет, можно это уже систематизировать какой-то там литературой. Такой, ну, ну, до начала надо понимать, откуда-то литература взялась, в принципе, как бы. Ну, да. Это все элитарное было в свое время. Там простые люди этим не занимались. Конечно. То есть, это, ну, были определенные слои, как бы, то есть, понимать историю, откуда-то взялось там. Ну, вот такие вот вещи, чтобы была вообще картинка, как бы, сложная. Не просто вот так вот, оп, оттуда. И тогда это будет перегруз точно. То есть, это сразу наложение на какое-то там сейчасшнее время, там, на себя, там, чего-то еще там сразу, там. Ну, примерить, так сказать, на себя эту рубашку. Она может не подойти, просто и будет неудобно в ней ходить. То есть, и в голове идти и в тело. А потом еще и вредно. Еще и вредно, да. Ну, как бы, вот мое мнение, точно не стоит этим перегружаться. Это перегруз, это избыток. Это избыток. По крайней мере, первые года три. То есть, оно само, когда начнет ложиться, то есть, надо просто, ну, послушать, ну, как юга, о чем это. В принципе, ну, как, голова всегда врет. Правду знает тело. Да? Ну, надо его просто научиться слушать. Оно само скажет, когда он это надо, в принципе. Или не надо. Ну, вот, мое такое мнение. Ну, да. Все правильно. Согласен. Значит, и еще один момент. Значит, вот сейчас, значит, да, там это все катаваси идет у нас. Вот. И люди очень напрягаются по этому поводу. Есть одна коренная ошибка в поведении вот народа обычного. Мы не говорим о тех, кто там, там глубоко разбирается, кто владелец информации и прочее. Но есть вот прослойка, да, людей, которые имеют доступ к информации разной. Да, и могут сложить какую-то картинку. Или у них такая голова, которая может сложить картинку, да, из каких-то очень малых обрывков. Есть такие люди, да. Вот. Но таких людей мало. Значит, да, и люди начинают искать информацию. Ну, как бы, наши, значит, пишут, как-то вот одну сторону дают, да, значит, там на западе, там смонтировано другое. Они специально, это сейчас уникальная, так сказать, ну, ситуация, потому что и соцсети, да, они там создали свою реальность, которая не коррелирует с этой. Вообще, у нас не доступ от Дуда, они обрезали все. А у них нет доступа сюда, потом им не интересно. Я вот в Штатах был и наблюдал, им пофигу все. Пока они станут плохо. Когда станет плохо, да. В то время так было вот, когда война была в Германии. Пока гнали туда эшелоны с награбленным там, да, пока, значит, возили людей там наших, которые работают. Гитлер был хорош. Значит, да. А вот только когда стали бомбить города, когда пришли дальше войска, то, о, Гитлер плохой. Это он был хороший. Пошим было хорошо, да. Значит, тогда сейчас такая ситуация точно такая же, да. И вот люди напрягаются, и поэтому, значит, и тем, кто занимается йогой и умеет расслабляться, глубоко это проще. быть спокойным, удерживать состояние покоя. Да. Те, которые не умеют это делать, тем, конечно, становится неважно. Вот. Поэтому, значит, я не могу давать советов никаких, потому что у людей есть какие-то свои убеждения. Правильно? От сферы убеждения экологика не проникает. Это бесполезно. Что-либо доказывать. Потому что, ну, в интернете. Задяйте вопрос какой-то. И чем больше копаете, тем больше 50 на 50. 50 за, 50 против, да. Это бесполезно доказывать. Значит, поэтому я рекомендую всем просто не смотреть ящик максимально, да, а читать какие-то хорошие книги, заниматься йогой, заниматься детьми там, я не знаю, семьей там, чем угодно, но поменьше смотреть просто телевизор. Вот. Потому что, ну, наверное, не все это выдерживают. Понимаете? Если вы будете пытаться найти информацию еще где-то там, через VPN заходить там куда-то в эти, вы в сети вообще с ума сойдете. Да, потому что, ну, понятно, как там подается информация. Вот, значит, поэтому, а практика стабильная. Стабильная, да, значит, вот, допустим, есть люди, которые не могут заниматься чисто физически, допустим, да, вот такие у меня тут авторник там есть, который говорит, человек, я могу слушать только йоганиту, у меня нет времени, нет возможности. И когда я слушаю это, когда забываю обо всем на какое-то время, да, расслабляюсь, я потом спокойно живу. И смотря, а люди напрягаются. Вот такие говорят, да? Смысл? Смысл. Напряжение, оно изнашивает лично вас. Лично каждого. Потому что вы не можете помочь тем, кто там воюет, да? Мы не можем помочь, да? Вот. И напрягаться, и переживать. Я помню такой случай, когда снесли эти башни-близнецы в Нью-Йорке. Как раз, значит, ко мне пришел, был такой Дима Костарев, пришел ко мне на занятия, значит, и со своей девушкой, значит, а девушке было года 23, что ли. И вот, значит, показывают только, включили, там что-то произошло. Включая, там показано, что самолеты врезаются, да? Вот. И вот, а девочки, истерика. Люди гибнут. И ездятся в слезах, в соплях. Да блин, да, посмотри, что делается, там, в Анголе, там, где-то там, да? Тогда воевали. И вот в Судане, там, да, каждый день. Чего вообще, да? И что тебе, биться судорога, да? Просто сдохнешь, если ты будешь на все это реагировать, да? Вот. Поэтому вот как-то так. Значит, я думаю, что у кого будет хорошая практика, или она сохраняется хорошая практика, то тогда вас внешние эти турбулентности трогать не будут. Трогать не будут, да? Вот. Мы имеем общую картину. Мы можем так сказать, да, вот я сам смотрю, допустим, что все днем произошло, там, пять минут посмотрел, да? И все. И больше вникать. Часами там сидеть, там, да, смотреть, то прав, то виноват. Это все. Ну, сейчас вот примерно миллион, наших уехала куда-то там, да? И вот звоню там ребятам, своим друзьям и друзьям. Говорят, да блин, достали уже. Ты говоришь, самих работы нет. Сжать нечего. Цены повышаются, говорит. Когда уже, говорит, уедут. Да, это они не понимают просто люди, да? Что никому не нужны. Что здесь может они еще кому-то нужны. Потому что твоя страдает родился, вырос. Ты вот как бы здесь свой человек, да? Это твоя все-таки, да? А там, ну, поэтому, значит, есть какая-то прослойка. Процента может быть три, как обычно. Те, которые могут работать отовсюду, со всего мира. На удаленке. И такие тоже есть. У меня вот такой Женя. Значит, да. Ну, ему говорят, начальство говорит, езжай куда хочешь. И лишь бы ты работал. То есть мы с тобой сохраняем связь. Мы тебе оплатим и все. И там хоть в Африке живи, хоть на Марсе. Ну, таких людей мало. Понимаете? Это эксклюзивные люди. Вот. А поэтому, значит, я говорю всем, займаться йогой. И не смотреть ящик. Не смотреть новости. И тогда вам будет хорошо жить. Подсказанного вопроса есть? Нет вопроса. Расходимся. Привет-úa. На учениках здорового дома очень важен. Продолжение следует...